Официально лето начнется только через пару дней, но у дорожников уже жаркая пора. Чтобы закончить ремонт, на проезжей части у них осталось чуть больше двух недель. Успевают ли к сроку, решил проверить Вениамин Кондратьев. Состояние дорог Краснодарского края глава региона сначала оценивает с воздуха. На многих участках техника сегодня еще работает. Люди едут на море, люди едут отдыхать. И не важно, жители это нашего края, это гости нашего края. Они хотят видеть атмосферу вокруг себя, курорта. Давайте дадим возможность людям доехать до Черноморского побережья, доехать по нашему краю. А если будут на дорогах встречать, я еще раз подчеркиваю, бордюры, пореплики, там рабочие в этих касках, замученные люди, потому что здесь у нас жара. Но изначальное впечатление от посещения нашего края и в целом Черноморского побережья даже у наших жителей будет не лучше. Убрать реверсы, все ограждения дорожникам нужно до 15 июня. Эту дату глава региона обозначил еще год назад. Когда прошлым летом, чтобы добраться к морю, автотуристам приходилось часами стоять в многокилометровых пробках. Сегодня губернатор вместе со своим заместителем и руководителями дорожных компаний облетают самые сложные участки. Трасса М4 Дон и дорога Краснодар-Верхнебаканский. По пути от Новороссийска до Кабардинки еще стоят предупреждающие знаки о ремонте проезжей части. Но дорогу для автомобилей планируют освободить даже раньше установленного срока. Уже установлено здесь барьерное ограждение. Вон нанесена разметка, все искусственные сооружения в порядке. Осталось небольшое устройство электроосвещения и участок второго пускового комплекса от Виноградного до границы с Новороссийском будет полностью введен в эксплуатацию. Я думаю, ожидаем где-то до 5 июня этот участок полностью завершить. Чтобы оценить ситуацию в полной мере, Вениамин Кондратьев решает пересесть в автомобиль. По дороге главе региона докладывают о проделанной работе. На многих участках не просто положили новый асфальт. С учетом увеличения количества машин расширяли проезжую часть. Следующий вопрос, который предстоит решить – пешеходные переходы. Вот где места пешеходов, массового перехода, там проблемно, конечно. Чтобы мы не сделали с расширением полос, с качеством полотна, но если там отдыхающие будут переходить, понятно, дорогу, неважно, будут они к морю или от моря, то пешеходный переход необходим. Давайте будем строить и пешеходные переходы. В этом году мы строим вот Апсинского района 4, до следующего уже сейчас проектируем еще 5. Остановку сделали и в районе Селогорская. Дорожные работы здесь, кажется, в самом разгаре. Это все полностью ручной труд. То есть укладываются сетки, забиваются камни. Я бы сказал, что вы молодцы, если бы мы это смотрели как минимум, в январе или феврале. Вот мне сейчас важно понимать, мы к 15 июня завершим здесь вот эти вот… В категорической форме, да. Обсуждение нюансов курортного сезона глава региона продолжает уже на совещании. В прошлом году были завершены ремонтные работы в Нижней Баканской, в этом доделывают мост в Верхней Баканской. Эта дорога – основная артерия к Новороссийскому порту. Но есть участки трасс, докладывает вице-губернатор Алексеенко, где ремонтные работы будут продолжены после завершения курортного сезона. Еще остается участок, но это, я думаю, что до конца будущего года его приведут, доведут до соответствующей категории, участок от Горского до новой развязки в Джуге. Какие впечатления о Краснодарском крае с собой увезут туристы, зависит от всех, кто отвечает за транспортную логистику, напоминает Вениамин Кондратьев. Из боев быть не должно. Эксперименты с многочасовыми пробками на дорогах должны остаться в прошлом. С такими возможностями, с таким ресурсом, по большому счету, и мы что-то вечно откладываем, коллеги, но это никуда не годится. Эта тема не потому, что этого кто-то требует. Этого требуют в первую очередь жители и нашей страны, и нашего края. Ошибки мы не повторим. Коллеги, если мы их повторим, то уж точно в следующем курортном сезоне исправлять их будут другие. Сдадут ли дорожники экзамен на комфорт, станет ясно уже 16 июня, когда рабочая техника уйдет с трассы и уступит место автотуристам. Мария Крошная, Лена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район.